Привет! Знаете ли вы, что в среднем за всю жизнь мы тратим около трех лет на приготовление пищи? И порой это не самое интересное занятие. Что ж, устраивайтесь поудобнее, ведь в этом видео вы найдете несколько удивительных хитростей, которые упростят ваши кулинарные будни. Кто любит киви, тот знает, как порой не хочется его чистить. Зачастую вместе с кожурой можно легко срезать лишний кусочек фрукта, что неэкономично. А также практически всегда после чистки приходится мыть руки от сока. Берем киви, режем его пополам, а затем обычным венчиком вырезаем внутреннюю часть половинки фрукта, как показано на видео. Чем меньше вот таких деталей на венчике, тем лучше. Вуаля! Мы получили готовые дольки нашего киви, которые можно кушать сразу или же добавить их во фруктовый салат. При этом руки остаются чистыми, а кожура получается довольно тонкой. В жаркую погоду особенно хочется пить. Если простая вода уже надоела, то вполне сойдет прохладный чай с лимоном. Но всем знакомо, как во время питья назойливый лимон мешается в чашке у нас под носом. Есть выход! Выжимаем лимонный сок. Разливаем его в форму для льда. И кладем все это дело в морозилку на несколько часов. Когда наши кубики льда будут готовы, наливаем чай и добавляем их в него. Таким образом у нас получился прохладный напиток с чистейшим лимонным соком. Чтобы хлеб быстро не черствел, его желательно герметично запечатывать в пакет. Но не все любят делать это с помощью зажима. Чаще всего мы его все тупо заматываем, как придется. Эти варианты не для нас. Можно просто легкими движениями сначала закрутить пакет, затем вывернуть его наизнанку и натянуть как бы шляпкой. Готово! Так наш хлебушек точно быстро не засохнет. А сейчас покажу, как легко и просто можно раскрыть гранат. Берем в руки небольшой нож и на верхушке фрукта вырезаем в пятиугольник. Кстати, гранат это фрукт? Как вы считаете? Далее мы вынимаем вырезанную часть. А затем от каждого угла получившегося отверстия делаем надрезы вниз. Но не до конца. Но затем нам остается всего лишь разломить его на дольки, как показано на видео. Вот и вся математика. В таком виде есть граната одно удовольствие. Следующий лайфхак без сомнений пригодится абсолютно каждому. Наверняка некоторые из вас не особо любят сливать воду из отваренных макарон, а затем пересыпать их обратно. Кто-то и вовсе оставляет узкую щель между кастрюлей и крышкой для этого дела. Напиши в комментах, если делаешь так же. Короче, как сварились макарохи, берем дуршлаг, надеваем его на кастрюлю. И вот таким простейшим образом сливаем через него всю воду. Быстро, а самое главное, ни один макаронию не вывалится в раковину. Для следующего фудхака нам также понадобится формочка для льда. Фанаты нутелла, думаю, его оценят. На этот раз вместо лимонного сока мы заполняем форму нутеллой. И снова ставим ее на несколько часов в морозилку. Получившиеся шоколадные льдинки можно добавить куда угодно на ваш вкус. Например, их можно добавить в молоко. Хорошо размешать, пока они полностью не растворятся. А затем наслаждаться вкусным напитком. Хотите удивить друзей необычной подачей всеми любимой яичницы? Тогда за дело! Нам потребуется несколько яиц. Разбиваем их в любую удобную емкость. А затем отделяем желтки. Далее ставим сковородку. Выливаем в нее белок. И начинаем его жарить на маленьком огне. Пока идет процесс жарки, взбиваем весь желток, который отделили в начале. Когда белок будет практически готов, выключаем огонь. И делим его на равные треугольники. Как показано на видео. Затем несколько треугольников мы убираем. А на их место вливаем взбитый желток. И снова жарим нашу яичинку. Конечно же не забываем посолить. Ну вот и все. Можно подавать на стол. Друзья по-любому удивятся такому блюду. Продолжаем баловаться шоколадом. Сейчас вы узнаете, как сделать шоколадную крем-пасту без особых усилий и кучи разных ингредиентов. Наливаем в кастрюлю горячую воду. Включаем маленький огонь. И опускаем на дно кастрюльки любой шоколад. Прямо в обертке. Самое главное необходимо, чтобы обертка была не бумажной и не впитывала в себя жидкость. Ждем 10-15 минут, пока наш шоколад растопится. И достаем обратно. Затем делаем небольшой надрез на уголке обертки. И выдавливаем содержимое, словно майонез. Вот собственно и все. Я решила сделать бананы в шоколаде. Покрываю их сверху и получается невероятно вкусно. А также можно этот шоколад намазать на хлеб. И на этом все. Обязательно ставь лайк, если видео было интересным и полезным. В комментариях напиши, какая хитрость тебе понравилась больше всего. И конечно же смотрите мои предыдущие видео. Там тоже много всего интересного, а самое главное полезного. Всех люблю и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok